Теперь рассмотрим установку дистрибутива Porteus Kiosk. Вот у нас сайт Porteus Kiosk. Тут мы должны скачать. Тут у нас два собственно файла или Porteus Kiosk или Porteus Kiosk Server. Porteus Kiosk Server позволяет мониторить несколько киосков. Наверно он полезен, когда этих киосков много. Да, ну из-за того, чтобы он работал, надо 300 евро заплатить. А Porteus Kiosk, собственно, клиентский дистрибутив, который устанавливается на клиентский компьютер. Ну, тут мы источник скачиваем и устанавливаем. Вот настроечки. Ну, стандартные у меня. Тут я, наверное, подключу вот Porteus Kiosk и сеть у меня мост. И давайте запустим, посмотрим, как это все будет работать. Вот мы запустили. Он грузится. Ну, естественно, вы можете загрузить CD-ROM. Выбираем подключение по Ethernet. Говорим, что у нас Pdhcp он конфигурится. Конфигурацию прокси убираем, стираем. Next. Выбираем Firefox. У Firefox больше возможностей. Сейчас он подключается к сети. Так, подключился и сейчас будет скачивать Firefox. Значит, как он работает. В принципе, вот на этом источнике у нас некая загрузочный образ, который подсоединяется к серверу, к FTP и скачивает текущий образ Firefox и плагинов. Соответственно, вот он сейчас скачает Firefox. После этого мы укажем, что конфигурация лежит на сервере и он скачает образа плагинов. Далее он генерит свой имидж. Имидж кладет на диск. При этом конфиги там закриптованы все. То есть, даже если мы подключимся к этому диску с внешнего носителя, мы ничего не отредактируем. Ну и, собственно, при изменении конфига на сервере он перегенеряет свой имидж. Так, вот сейчас вот Firefox загрузился. Вот у нас несколько вариантов конфигурации. Значит, тут у нас вручную конфигурация. Тут конфигурацию мы берем с флешки. сервера конфигурации. За него платить нужно за каждый киоск. И вот мы тут берем конфигурацию с нашего сервера. Значит, HTTP без SSL у нас на данный момент стоит. Киоск. В качестве пароля мы используем 123456. Это временный пароль для демонстрации. хост у нас будет kiosk.prev.sci.pfu.id.ru. Ну и конфиг kiosk.01. Тут мы сейчас проверим. Да, вот видите, он грузится, все нормально. ОК нажимаем. Next. Тут у нас предлагается автоматическое обновление. Опять же, автоматическое обновление порядка 40 евро в год стоит на один хост. Ну и при большом количестве дешевле. Но, в принципе, можно без автоматическое обновление, а раз в полгода, скажем, переставлять тут систему. Как видите, это несложно. Next нажимаем. Вот он, он видит диски, которые есть у нас на компьютере. Выбираем диск. Он ставится полностью на диск. И install kiosk. Нажали. Вот он генерирует источник. И устанавливает. Сейчас он перезагрузится. Я, конечно, не успеваю так быстро вытащить имидж. Мы сейчас имидж вытащим и перезагрузим его еще раз. Изъять диск из привода. Значит, это он перегрузился у нас с имиджем. Мы его сейчас перезагрузим. Пошел перезапуск. Вот он уже грузится с диска. Не с сидером. Соответственно, он считывает конфиг. В конфиге у нас прописаны дополнительные компоненты, которые необходимо доставить. Он их скачивает с интернета и кладет в себе на диск. У него есть еще вариант загрузки по PXE, чтобы не устанавливать на локальные станции. Там весь имидж лежит на сервере. И он эти плагины тащит с сервера. То есть, это побыстрее работает. Фонтов очень много он грузит. Шрифты тут всякие. Тут много азиатских шрифтов, конечно. Ну, поскольку у нас там предполагается, что должны наши сайты быть и на азиатских языках, то это, наверное, полезно. Вот сейчас он явку качает. Ну, да, ява большая. Ну, в общем, мы можем прерваться на этом и подождать, пока он все это скачает и установит себе на диск.